Добрый день, мои любименькие. Выезжаю на работу. Выезжаю на работу. Сейчас мне надо Ксенечке завести быстренько в ремонт обуви. Ее ботиночки очень красивенькие. Набоечку сделать. И все по делам. День начинается. Мои любимые девчоночки, которые меня комментируют. Мои ролики, вернее. Марина, большое спасибо вам за то, что вы смотрите меня. Все время пишите мне. По поводу моих рецептов, что вы пишете. Делайте с удовольствием. Это на самом деле вкусно. Это такие рецепты без всяких, знаете, таких заморских ингредиентов. Я думаю, что те люди, которые питаются русской едой, да, кухней, им обязательно все эти рецепты понравятся. За то, что я такая мама. Спасибо вам, что вы мне написали. И Татьяна, по-моему, мне еще написала по поводу, как я делаю макияж. Я обязательно сниму такой ролик в ближайшее время. Когда вот будет, у меня времени немножечко побольше. Потому что все время это делается быстро в быстрых попыхах. Ну, чтобы красиво это все показать. Ну, то, что красиво, спокойно, скажем так, да, чтобы было свободное время, я обязательно сниму данный ролик. По поводу нового масла. Видите, с шиммером. Ксенечке я купила ванилин. Ой, а ваниль с орхидеи. А у меня, Василек, еще что-то. На коробочке было написано, но я уже выкинула коробочку. Очень удобно, раз так и с лепеточками. Ну, с кисточкой тоже мне очень удобно. И с кисточкой мне очень удобно. Ну, такая какая-то новиночка штука, блестючка. Так они-то не блестят. Это называется сухое почему-то масло. Но оно такое, знаете, сразу впитывается. Не остается ощущения масла на пальчиках. Но тоже очень хорошее. Ну, мне нравится. Сейчас я доеду еще, буду по пути там на обтушке на нашей. Возьму, заеду в светофор. Посмотрю, есть ли там лава для волос, которым я пользуюсь. Потому что заходила к нам светофор туда. На меру у нас нету. Может быть там еще осталось, в той партии, посмотрю. В общем, такие дела. Желаю всем хорошего вторника, продуктивного. Чтобы все у всех получалось. До связи, до вечера. Нету, девчонки, моего лака тут. Придется в ленте брать в три, дорога. Таблетки для посудомоек после дождя. Он подходит к эрвикам, ко всем, от мисси странучи. Ну что, ребята, нету, нету, нету. Сейчас смотрите детский порошок. Это гипоаллергенный бренд. Заехала в ленту. Купила девчонкам колготки. Вот эти, они пользуются сразу Ксении. Передам. И Ксенечка у меня пользуется такими носочками, как носочки-тапочки. Вот наподобие вот таких, только они очень плотные, махровые, с резиночками. Вот здесь, представляете, нету. Думала, куплю ребенку. Нету. Прям все посмотрела, нету. Так, чтобы удобно, на резиночке одели и пошли. Ну, вы что, надо же где-то их найти мне. На рынке была. Не зашла туда, к девчонкам. Так, а там что? Зонты. Смотрите, какое красивое у нас небо. Посмотрите. Прям еду, красота. Ну, правда? Прям очень красиво. Всем добрый вечер. Сегодня я решила попробовать вот этот набор для винегрета. Приготовить. И оценить вкус тех овощей, которые нам предлагают в наборе. Сегодня делаем винегрет. Значит, в набор входит картошка, морковка и готовая свекла. Все в отваренном виде. А мы добавим свои ингредиенты с вами. Поехали. Мы открываем сначала наше овощи. Мне прям интересно посмотреть, что же сейчас такое предлагают. Свекла сочная. Мы, конечно, всегда винегрет свеклу трем. А, нет, тру я в этот, в селедку под шубу. Чего бы я это не то уговорю. Сейчас я быстро вытру, потому что бывает такая свекла, которая потом не оттирается. Так, следующее у нас идет морковка и картошка. Сейчас я солью немножко. Выкладываем все в наш салатник. Берем салатник с вами побольше, чтобы было удобно мешать. Следующее мы с вами добавим капусты. Я купила вот такую капусту в покупочке. Домашний вкус. 900 грамм раньше. Еще они продавались. 400 граммовые, но нету сейчас еще. Ну, сейчас зима началась, все захотят. Знаете, солененького. Так, отрываем. Так. Берем вилочку. И добавляем. Видите, она сухая, очень приличная такая капусточка. Не мягкая, ничего. Давайте предварительно с вами размешаем, чтобы посмотреть количество капусты. Так, ну, я думаю, что еще чутокчик можно добавить. Прям вот так. Все. Капуста достаточно. Дальше. Мы добавляем крымского лука. Прям для вкуса. Дальше мы добавляем горошек. Тоже для вкуса, где-то по упаковочке. Будет достаточно. Зелень. Укроп, петрушка. И немного зеленого лучка. Солить я не буду. Мы сейчас с вами только поперчим. Потому что, если капуста-пактя очень соленая получилась, надо пробовать и потом досаливать, чтобы не пересолить. Это как та же соль. Иной раз купишь упаковочку вот такую капусты. Она очень соленая. А в следующий раз она не соленая. Пора саму добавить. Размешиваем. Ой, все пахнет зимой. Когда начинают готовить винегреты, борщи, там, знаете, такое, пельмени лепить, манты. Все. Надвигается зима. Так, ну что хочу сказать. Сейчас буду пробовать с вами вместе. Я салат заправлять не буду. Каждый у нас будет заправлять сам. Потому что я люблю с оливковым маслом, с чесночком. Мои любят с горчичным маслом. Поэтому мы не заправляем. Так, все на кладбу. Вот я для фотографии сейчас вот такую маленькую положу. К фикс-прайс, кстати, я покупала вот такую салатницу небольшую. Так, ну что, попробуем. Отлично. Рукой зажму. Мои любимые вилочки. Так, ну что. Я очень люблю солености. Очень даже неплохо, ребята. Нормальная картошка. Вот я взяла специально картошку и морковку. Свекла сладкая. Однозначно для набора. Я заказывала этот набор в службе доставки самокат. Если у вас в городе есть самокат, обязательно зайдите в их каталог. Вы увидите там вот такой набор. Этот набор всегда должен храниться в холодильнике там, ну, месяц, да, пускай он будет храниться. Дата изготовления 29-е, а срок хранения, а, ну, маленький у них срок хранения, в вакуумной упаковке, да, то есть не вскрытый, 50 суток. Если вскрыли в упаковку, то не более суток. Вот пришли к вам гости. Вот кто-нибудь зашел в гости, да, там просто кто-то из родственников к вам пришел. Вот просто сидите лалакаете. Раз, быстро сделали салатик. И уже не просто чайный стол, а уже стол такой быстренько красивый и очень красиво подать на стол-то, правда? Винегрет, он всегда очень красивый, потому что яркий и он очень вкусный. А тем более зима, квашеную капусту хочется соленую. Очень, и это витамин С, конечно. Сейчас нужно зимой особенно его принимать. Поэтому рекомендую, рекомендационной, однозначно этот набор. Вот так сегодня прошел мой день. А, кстати, я купила, сегодня заходила в Рив Гош. Купила по распродаже сейчас у них вот этот Ультимайн вокруг глаз. Сейчас покажу. Вот такой сывороткой вокруг глаз на ночь я пользуюсь от Шестейза Ультимайн. Сейчас в Рив Гоше 50% скидка. Очень выгодно ее покупать. И мне дали подарочек. Вот такую сумочку. Пляжную сумочку. Раз. И пошел. Очень красивая сумочка. И в сумочке были миниатюрки. Смотрите, какая прелесть. Маленькая губнушечка. У нее здесь прилично. Миниатюрка губнушечки. Миниатюрка тонального крема. И два пробничка. Такой же. С кремушек сывороткой вокруг глазиков. И энергетический крем сияния. Даже это эмультир. У меня, кстати, такой не было. Ну ладно, я другим пользуюсь. Я уже не буду мне мешать им покупать. Нужно остановить. Вот этим я пользуюсь много лет. Еще сейчас у них вышла другая. Устерия я тоже купила. Вот. Глаза мне нравятся. А маска нет. Но это есть в предыдущих видео. Можете посмотреть. Вообще вот это вещь. Ультимайн. Вопрос глаз. На ночь. Супер. Все. Теперь точно на сегодня все. Всех люблю. Всех целую. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик. Я рада каждому из вас. Завтра будет новый день и новые видео. До завтра.